здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта и это ежедневный обзор рынка таких инструментов как фондовые индексы рынки валют рынок металлов и рынок криптовалют а также некоторые акции фондового рынка сша напоминаю данный обзор выйдет на моем youtube канале а также на youtube канале моих партнеров компания маркетс плюс в конце обзора расскажу о бонусах от компания маркетс а также от бону о бонусах и скидках от меня об этом расскажу в конце плюс вся информация будет под видео напомню ну давайте конкретно с рынка пробежимся расскажу свое мнение ну давайте начнем с прежде чем приступать к тех анализу разберем фундамент который у нас вышел на текущей неделе плюс который ожидается ну давайте с двух факторов первое это то что в среду были протоколы фрс где подтвердилось то что большинство членов фрс за то чтобы поднять ставку на ближайшем заседании в текущем месяце это балл к тому что нужно работать на снижение фондовых индексов сша это первое второй момент сокращается баланс фрс на этой неделе примерно где-то на 40 миллиардов сократили это к чему я веду кто ранее изучал тему баланса фрс и заметил такую тенденцию когда сокращается баланс фрс фондовые индексы сша снижается напоминаю прошлое коррекционное движение которое было у нас в прошлом году сильная ну давайте вот smp 500 на примере расскажу вот здесь у нас вот это снижение которое было у нас по индексу smp 500 она вызвана сокращенным балансом фрс очень сильным да ну относительно сильным если посмотреть на баланс фрс он немножко снизился и фондовые индексы пошли на сильное коррекционное движение вниз на текущий момент фрс дальше продолжает корректировать свой баланс в сторону снижения и таким образом я думаю что это очень сильный негатив направляет на фондовый индекс в третьих у нас вчера вышли данные от адп по рынку труда сша там информация очень всех удивило ожидали около 200 тысяч плюс рабочих мест но вышло около 500 тысяч до два раза больше то есть показывает что рынок труда сша в скажем в росте да и это дает повод так скажем не повод а позволяет ужесточать денежную кредитную политику фрс до поднимать ставки на ближайшем заседании с большой долей вероятности конечно мы посмотрим сегодня на рынок труда сша non-farm параллс да я думаю что рынок нас может удивить выйдет выше данные выйдут выше ожидание там 200 30000 плюс минус на посмотрим как будет пересмотрен прошлый за позапрошлый месяц данные поэтому если подытожить все в купе у нас это негативно будет влиять на фондовые индексы плюс там вчера пимпай в сфере услуг вышел выше ожидания там где-то на два пункта поэтому если смотреть на индекс smp 500 то у нас я бы рассматривал шарты сегодня локальные цели 4370 ну и глобально у нас есть куда падать да конечно я не исключаю что этот пик который у нас был по smp 500 в районе 4500 он еще возможно будет переписан там в район 4550 возможно выше плюс минус да будет какой-то ложный вынос будет ли это сегодня или там в ближайшее время несколько там несколько недель время покажет да но глобально вот если смотреть на тенденцию вот мне очень показателен баланс фрс сокращенный до плюс заоблачные ставки поэтому это учитываем по другим индексом аналогично индекс nasdaq аналогично двойная вершина я бы рассматривал short то есть во вчерашнем импульсе я бы работал на снижение плюс напоминаю ранее очень активно агитировал 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 на снижение на short по индексу dax немецкому как знаем бы экономика европы находится такой более негативным с тенденцией нежели американский рынок поэтому результат налицо голова и плечи на сломлен восходящий тренд и у нас есть куда дальше падать конечно возможно какие-то коррекции но пока я вижу фондовые индексы на снижение по рынку металла вкратце я уже делал обзор на своем youtube канале жду более сильных подтверждений на разворот на покупку по золоту пока есть признаки но я лично пока не вхожу они для меня очень рискован и так как возможно еще будут переписаны локальные минимумы рынок нефти марки бренд у нас быки пытается все-таки проломить уровень сопротивления в районе 77 плюс минус до вчера говорил что возможно пробовать шортить локально у нас было падение в течение дня спекулятивно можно было заработать но в итоге от купили и учитывая по нефти большую долю шортов мне кажется что их будут выносить мое ощущение если учитывать законы рынка да конечно по классике здесь есть флаг который указывает на шорт по рынку нефти но мне кажется вот эту зону будут выносить в районе 77 78 плюс минус да поэтому здесь очень агрессивно можно рискнуть скажем на покупочку натуральный газ показывал небольшой рост но вчера позавчера точнее но у нас пока пытается продавить цену ниже 2 60 поэтому я пока наблюдаю за этим инструментом рискованно возможно рассматривать покупки но все-таки я бы ждал здесь более какого-то надежного сигнала реакцию на уровень поддержки это если вкратце по евро доллару в принципе я сегодня в обзоре давал с новое видение рынка если вкратце кто не смотрел мой утренний обзор по евро я жду глобального роста но здесь постаёт остается вопрос будет ли обновление вот этих минимумов 108 50 если с текущих не сработает рост так как у нас еще присутствует зажатие цены вниз я бы посмотрел на реакцию дальнейшую если будут откупать дальше евро и появится новый сигнал на покупку я дальше буду покупать евро то есть первое подытожим по евро рассматривать покупку с текущих если будут вынос минимумов дальше буду ждать нового сигнала желательно сломить вот этот тренд по другим инструментом если брать фунт фунт более бычий смотрится у мы все-таки пробили уровень сопротивления 127 27 о котором я ранее говорил все-таки фунт как-то по-другому идет с евро мне кажется что здесь будет дальнейший рост обновление 128 50 возможно 130 в ближайшей перспективе дальше доллар рубль по доллар рублю в принципе очень красивая отработка моих прошлых прогнозов мы в принципе вчера показали почти 94 кто ранее смотрел мои обзоры я бы советовал все чем мы выше тем больше сокращать позиции на покупку переносить стоп-лоссы все выше и выше потому что мы я думаю где-то где-то достигли какого-то пика и я жду графические сигнала на снижение по данному инструменту но пока его нет да у нас сильный выраженный тренд если учитывать глобально доллар рубль у нас вот это снижение которое было по доллар рублю в начале прошлого года у нас по отношению к этому движению произошло сильное коррекционное движение и мы где-то здесь на пике возможно мы 100 будем добивать да но я вот в этих зонах я бы где-то искал точки входа на шорт но пока я их лично не вижу когда они появятся я буду говорить дальше рынок криптовалют рынок криптовалют bitcoin пока находится под давлением все-таки я предупреждал последние два дня что по биткоину никак не получается пробить 31000 до пытались там но это все ложно и стоит рассматривать спекулятивно снижение да но если глобально рассматривать я все-таки вижу по биткоину рост в район 40000 на среднесрочной перспективе но в краткосрочной у нас присутствует давление очень сильно аналогично вот если сравнить индекс доллара точнее s&p 500 nasdaq и bitcoin то там по s&p nasdaq я вижу снижение поэтому не исключаю что по биткоину тоже будут продавливать цену вот уровень поддержки 30000 что мы его можем продавить сегодня да вот на этих новостях на нон фармах можем сильно улететь вниз и посмотрим что дальше будет появляться можно ли рассматривать агрессивно покупку выше 30000 да ну я пока бы подождал более красивого сигнала на покупку когда сформируется по биткоину аналогично это касается эфира аналогично по эфиру я вижу очень сильный рост среднесрочный в район 2 100 и выше возможно где-то в район две с половиной тысячи возможно и выше уже как получится я бы подбирал эфир потихонечку потихонечку выше 1800 возможно мы еще будем вот эту зону пробивать учитывая тот момент аналогичный s&p 500 nasdaq если там будут сильно проливать могут и пролить очень сильно эфир аналогично как и биткоин это нужно учитывать по bnb там все хуже и хуже вчера я детально рассказывал как гоняют биржу бинансов в сша плюс в европе очень сильно поэтому а плюс на сегодня читал новости по поводу очень сокращенного а если не ошибаюсь баланса вывода крипты с биржи бинанс поэтому говорил что продаем пока продаем bnb нету никаких покупок пока мы не пройдем 253 доллара я бы здесь о покупках не говорил нужно подождать хорошего пробоя 253 там или на пробой говорить или уже после закрепления ну и в принципе все если конечно рынок акции пока трогать не будем я понаблюдаю за рынком акции если будут появляться какие-то торговые идеи я в ближайшее время сообщу ну и по поводу бонусов напомню от компания markets индивидуально от меня если кому интересно пишите в личку дам подробную информацию по поводу 20 процентного бонуса кэшбэка да и кэшбэка третьего уровня поэтому кому интересно пишите кто интересуется такими темами ну и плюс для клиентов компании markets действует скидка на обучение летняя жара пишите в личку я уже сообщу более детальные детальную информацию всем спасибо сделал обзор краткий по всем инструментам свое мнение торгуем обязательно соблюдайте риски сегодня повышенная волатильность ну и даже когда нету повышенной волатильности соблюдаем риски это самое главное чтобы у нас всегда остался остались деньги на депозитив на следующий трейд всем спасибо пока удачи